и снова здравствуйте всем привет и так давно я не лепил значит фейсы лица и давайте из аркейн вылепим как сейвика да персонаж такой так опять же скульпты с альфа 6 любимая моя программа именно для болванок для лепки так погнали значит импортируем сюда базовую голову вот такая голова добавляем подразделение где-то на серединку ставим симметрию и включаем наш референс окей как делать референции есть ролик на канале кому интересно поработать с этой значит программой так погнали значит сразу по прошлым роликом все выглаживаем так кисточку чуть побольше интенсивность можно чуть чуть поменьше сейчас будем делать эту гражданку так шею тоже потоньше так базовую эту болванку забрать можно скачать в группе ссылка будет в описании кому интересно значит качайте пробуйте так первый этап закончен да все мы это дело выгладили все у нас гладко уплотняем сетку потому что забрать именно скульптис альфа 6 извините любит значит чтобы сетку значит подготовили перед тем как по ней будет рисоваться что-то так вот она есть у нас болванка теперь что нам нужно нам нужен этот референс но вы видите что голова повернута давайте тоже сначала выберем нашу голову колесиком отведем вдаль и значит чуть-чуть это делаем попробуем перевести где-то так так следом опять же включаем кисточку какую-нибудь подставляем видите чуть-чуть делаем поворот потому что у нас будет вот такой вот ракурс чуть можно видите побольше даже поставить и вытягиваем грабом так наверно лучше вот такой вариант грабом вытягиваем нос так делаем ей вот такой финт надуваем губы подтягиваем ей подбородок видите тут пониже так со лбом со всей штукой этой разберемся так нос намечаем сразу у нее достопримечательный вот такой вот нос снопад и маленький промежуток видите это она когда глаза опустила но брови поэтому так лепить не надо значит берем кисточку drive и побольше вот этот снопад вот так вот побольше ставим интенсивность накидываем значит напад побольше точечно добавляем видите у нее вот этот острый штук на носу это мы выгладим вот так и здесь вот получается такая вот толстая у нее дуга это не есть гуд наверно но последующему референцию посмотрим сейчас чуть-чуть это дело выгладим округлим округлим шнопад видите он округлен сейчас я вам нарисую вот такой он видите туповатый большая ноздря мало значит расстояние до носа губы у нее верхняя губа у нее широкая маленький видите островок вот этой вмятины и значит скула вот эта скула у нее большая ну пока на этом и остановимся подбородок вот такой вот формы острая губа так погнали дальше все это дело собачить намечаем намечаем сразу ноздрю кисточку чуть побольше поближе нашу вот эту вот персонажа и делаем ноздрю у нее так вот видите чтобы ее аж видно было так немножко все это дело подтянем подведем так губы намечаем губы каким образом делаем губы каким образом делаем губы берем кисточку и прям вот здесь делаем такую припухлость видите вот 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 такая штукенция теперь эту штукенцию мы значит надрезаем вот и теперь намечаем вот это вот нашу от носа вот это вот разграничение да видите вот вот все есть все нормально но теперь смотрите какой мы делаем вариант через альт вмятину делаем вот здесь вот 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 эта часть здесь у нас получается вмятина и значит делаем вот здесь вот такой вот между носом такую ямку так кисточка что-то у меня большая ямку делаем значит ровную и острую вот выглаживаем теперь нашу вот эту часть губную все есть такое дело подбородок чуть-чуть подгладим намечаем теперь что подбородок подбородок у нас выходит таким образом да здесь вот рисуем вот такие две значит два таких вот серпантина и закругляем их значит подбородком вот видите подбородок тупой но тупым его сделаем каким образом значит под углом опять же ставим и выглаживаем вот эту верхнюю часть вот когда мы ее сгладили чуть-чуть подаем ее вперед и чуть-чуть делаем пошире чуть-чуть снизу приподнимаем чтобы она была туповатая так теперь что у нас есть у нас есть нижняя губа намечаем нижнюю губу так ctrl z что-то у меня сильно стоит интенсивность лучше несколько раз вот проводить так и снизу тоже делаем вот эти вот кисточкой наброски при пухлости вот эти вот мышцы да вот которые присутствуют тут так есть такое дело выбираем выбираем кисточку drive переключаемся на клей и нам понадобится не клей наверно вот все таки крис кисточку побольше и отрезаем так что у нас тут отрезаем вот так аж и остальное выглаживаем вот сейчас тут будем мышцу накидывать так здесь побольше вот эту штуку округляем делаем ее посимпатичнее и опускаем еще вниз так здесь еще можно поднадуть вот эту часть вот где ноздря и значит вот в таком положении задираем наши губы а эту губу чуть подаем вниз теперь у нас флатен преобразуем все это дело значит приглаживаем делаем такую вот ширину губы видите гладкую а эту часть делаем в эту сторону под углом потому что скульптис альфа шестая любит когда с ней работают именно строго под какими-то углами по ровной части она начинает не так значит все это дело вырисовывать некрасиво словом получается так нижняя губа у него маленькая значит верхняя большая делаем надрез потом все равно рот будет отделяться это дело будет все значит чуть-чуть потом переделываться но нам нужен четкий персонаж в ее такой форме так есть такой так что у нее еще присутствует смотрите у нее присутствует вот эта полоса от глаза кость вот эта часть она как бы выпуклая четкие значит верхние вот это бровная дуга здесь вот увидите короткая штука переносится но вы к ней не привязывайтесь потому что человек находится именно в мимике и он брови просто сдвинул так что еще у нее присутствует видите острая вот такая штукенция ну челюсть да хотя у женщин она всегда идет полукруглая значит какой-то мутант так здесь у нее вот видите грань здесь идет у нее припухлость мышца здесь идет острая грань полукругом и потом разберемся с этой мышцей от носа так и сейчас когда мы вылепим вот эту вот часть скулу она даст нам понимание как тут будет все дело уходить на челюсть так погнали как это все лучше сделать сначала мы все это дело приглаживаем потом под углом приглаживаем под глаз так штукает вот видите опустилась это не есть гуд по-простому лучше ее вот раз и сетку чуть-чуть здесь значит задрать вот она уже показала что где-то так вот она обрисовала эту припухлость нам теперь понадобится провести вот этот разрез под губу под губу под нижнюю и увести его волной вот так все теперь компонуем нашу вот эту скулу скулу лучше делать теперь клеем и значит можно кисточку поменьше побольше но интенсивность поменьше и по чуть-чуть вот так вот накидывать преобразуется дорисовываем теперь без клея вариант тоже такой вот полосу вот так проводите вот он видите добавляете где-то еще потому что здесь потом вдавим надрезаем сразу вот этот так ну где глаз у нас выходит да и вот получается нам теперь вот эту штуку нужно просто тупо да оформить выгладить и сделать ее острой вот так так что у нас значит вот по этой части где рот здесь у нее идет тоже припухлость накидаем немножко массы так теперь у нас вот еле видимая вот это надрезка идет значит так откуда она идет вот так вот 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 опять же карту все это шифтом выглаживаем так и дорисовываем тут уже клейн вот как раз она попадает нам вот на эту часть так здесь у нас должна значит быть выемка и чуть-чуть сделаем еще побольше да и выемку вот эту всю выглаживаем выглаживаем чтобы у нас появился этот переход между скулой вот вот этот как бы нарисовать вот значит так смотрите у нее идет вот такая ротовая штука потом здесь грань идет носа и вот от этой грани вот где-то вот отсюда получается вот эта мышца уходит вот так эта мышца уходит тоже ко рту когда здесь образуется у нас выемка вот а здесь припухлость вот она так здесь как бы ямка будет да а это уже будет идти одна мышца вот эта вот так так чуть-чуть еще наметим значит вот этот переход пониже его сделаем два раза проведем и все это вот таким вот образом сгладим сгладим вот так будет точнее так по скуле вытаскиваем ее чуть-чуть еще больше вперед делаем ровной так вроде уже похожа так доделаем острую вот эту височную часть лоб у нее значит в одной части здесь у нее где значит брови вот эту часть тоже ее нужно сгладить так здесь она получается приплюснутая а здесь у нее вот по центру лоба вздутость вот до верха аж идет вот так и все тихонько выглаживаем вот он и получился вот этот вот вот этот вот перепад видите здесь шишка идет а здесь вот идет у нее как бы вмятина да ну и вот это хребет костей так есть такое дело африканские мотивы работаем с челюстью челюсть значит мы опускаем ниже почему-то у нее челюсть узкая так ухо чуть-чуть подправляем и какая еще штукенция мы выбираем вот видите здесь снизу есть у нее подбородок и к подбородку накидываем вот такой вот переход вот 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 так как бы на горта не уходящую вот так так следом подравниваем вот эту часть и под углом дорабатываем значит флатеном получается у нас вот такой треугольник зарисовываем значит утончаем гортовую вот эту часть каким образом значит кризом проводим полосу отделяем мышцу шеи от горла и у нас получается вот такая вот полоса ну здесь идет ключица так полоса чуть-чуть поуже под углом и все это дело выглаживаем так подбородок у нас тоже выглаживаем доводим вот эту линию до ее до ее четкости и значит сзади челюсти тоже даем вот эту вот игру светотени вот так 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 ну можно еще здесь вот потолще сделать да так понизим поликонаж немножко и линия немножко задралась мы немножко драйвом докорректируем и чуть-чуть заострим так вот это мужик да так теперь что ну сделаем глаза каким образом давайте их сначала нарисуем так нарисуем глаза получается у нас маленький верхний пролет так здесь у нее отбивка носа глаза как бы наверное чуть-чуть косиной есть такое дело как теперь драйв бисклея alt левая кнопка мыши и делайте глазные впадины прям хорошо делайте вовнутрь вот так вот пока уводите потому что когда будете делать уже зернеш допустим в этом забраж желательно чтобы это глаза очень хорошо туда были вдавлены тогда сетка не будет значит ну сетка словом сделает их более нормально и будет когда на низком полигонаже даже хорошо видны вот эти так их называют веки так проводим нижнее веко отрезаем вот эту глазную часть мягких тканей ну чтобы знать где она потом она сгладится будет все нормально так отрезаем верхнюю вот эту часть мешок над глазом и делим вот здесь вот на треугольник сейчас покажу вам так не видно наверно да вот здесь у нас всегда должен быть треугольник вот так вот это у нас выходит значит мягкая ткань глазной значит вот этот пустота глазного яблока ну в принципе все что у нас тут уходит переносится все нормально где-то так так погнали и аром гутан теперь нам понадобится новый референс уже как бы фейс фаз и здесь мы сейчас это понимаем что нам нужно растянуть побольше скулы и значит челюсть уведена глаза глаза у нас значит стоят пониже так ну в принципе что нарисуем значит нашу нижнюю часть нарисуем уши вот и понимаем что значит у нас нестыковка по высоте значит ушей так уберем нашего персонажа они все в принципе то же самое да только уши нужно теперь повыше ну так слишком много они как раз подбородок попадает так погнали что еще надуваем еще значит ротовые наши мышцы чуть-чуть скулу округляем да оформим сейчас глаза так побольше прямо рисуйте значит скульптис альфа 6 она любит когда значит большие массы вы накладываете а потом меняете сетку так глаза так быть не должны должно это все дело выходить вот так вот вперед потому что глаз то он круглый так и нижнее веко тоже вперед подавать подаваться должно вот когда вы все правильно так значит сделаете то тогда у вас получится правильный вот этот рисунок так переносится видите что у нас на модели слишком толстая так будем вминать так 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 кисточку драйв берем значит у нас альт вмятина, вот здесь вот где нос и значит добавочная на переносицу. Ух какой интересный персонаж, да? Так, по ушам, по ушам у нас получается, что уши нужно поменять им сетку, вот так, чтобы у нас здесь они не ломались. Так, сзади надрезы делаем, смотрите как, вот так округляем сзади полукругом, видите, она вдавилась, здесь у нас выходит череп и рисуем вот такой вот как бы треугольник, вот он, и чуть-чуть треугольник постоянно, вот так вот чуть-чуть его сдавливаем, сдавливаем, как бы уменьшаем. Так, теперь тут выглаживаем, тут у нас получается пустота и оформляем ухо треугольником вглубь черепа, вот видите, да? Получился треугольник. Так, ну я думаю, для женщины такая шея очень толстоватая, мы ее сейчас все-таки уменьшим. Так, за счет того, что голову вминали, видите, что нужно поправить шею, выгладить побольше, черепушку выглаживаем, чтоб персонаж гладкий был. Так, можно припустить и значит плечи, потому что если плечи будут вставляться потом в болванку тела, то желательно, чтоб они были, ну пусть вот такие гладкие, да? Вот. Так, сапатка. Смотрим на сапатку и понимаем, что нужно на сапатку добавить вот эти мышцы. Как они идут, смотрим, значит у нас идет вот здесь вот такая вот мягкая часть и вот здесь идет такой хрящ. Здесь у нас идет как у скелета вот эта обрубка и вот эта вся часть мягкая. Вот. Здесь как у черепа такая ноздря. Так. И вот я в чем обшибся. Смотрите, у нее идет полоса и просто тупо треугольник, видите, над губой. Так, одна губа более задрана, чем вторая, но это более-менее ровно, да? Так, надрез, мягкая ткань, мешок, треугольник. Так, нос треугольником, и полукруг. Ну, все понятно. Все понятно, что очень все правильно, да? Так, кисточку поменьше верхнюю губу, значит, а это уже я по симметрии работаю, не прокатит. Тогда давайте подправим, значит, вот эту штуку, делаем посередине надрез и подправим, как на рисунке, треугольником. Так, и вот это все поменьше. Дорисовываем округление на носу, дележку и добавляем еще туда массы. Так, масса добавлена и делаем чуть-чуть острие. Во! В! , Э. В. 的. В. 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 так и поднимем школы проведем значит теперь вот этот уклон вытянем чуть побольше как тут припухлость тут значит селись видите должна еще быть впереди и подбородок до оформим до квадрата и флаты нам так что у нас по вискам да вот эта часть у нее еще меньше так по бровям д вот это все вмятину еще даем об внутрь потом надуваем еще заднюю часть вот так натягиваем значит уши к верху сейчас потом уши будем делать отдельно дорабатываем сразу глаза чтобы потом уже их не касаться так вытягиваем еще вперед делаем глубокий надрез обрезочку даем под мягкие ткани глаза чуть-чуть значит вытягиваем к шкуле и флаты нам все это дело аккуратненько выглаживаем и и и ну где-то вот такой получается процесс так в лазе можно сделать дорезку значит нашего то века так будет четче так а здесь у нас получается какая штука мы должны дать побольше мягкости и поменьше надрез теперь что у нас получается вот эта часть дуговая выравнивается и дорисовывается другая часть полоска опа делается флатом так подправим немножко века чтоб она более четкая была добавим немножко здесь вот массы вот на губу и выгладим выглаживаем все аккуратненько что у нее там под низом губы тут у нее впадина альт левая кнопка мыши и проводка отделения нижней части вот этой платкой рептируем под натяжку подправим ладно тянем и кризом чуть-чуть иначе вот здесь сделаем кайфикант к емку вот так Продолжение следует... 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 так ну губы я точно поймал подбородок 100 пудей поймал давайте теперь сделаем уши хочется еще больше сделать подкорректируем значит background ну да чуть-чуть и побольше так добавим и вот эту мягкую ткань вот 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 так как здесь выводим чуть-чуть может а здесь не должно так остро быть а теперь ухо что у нас по уху придаем не форму control z кисточка drive чуть чуть поменьше кисточку так приподнимаем через alt alt левая кнопка мыши делаем вот такую прогонку выглаживаем и теперь делаем alt сдавливаем вот такая штука делаем надрезочку так и тут двухступенчатая стукенция перетягиваем середину уха вот эту чуть вдаль мочка нормально вроде так ухо как-то с этой стороны она небольшого небольшое а вот фаса да там вроде бы кажется что ухо прям таки острое и большое так делаем выглажку делаем выглажку так ухо у нее потолще значит здесь угол еще больше вытягиваем здесь угол приподнимаем здесь значит вытягиваем чуть в бок и втягиваем в эту значит вниз так что еще добавляем вот эту импу добавляем толщину значит мочки добавляем толщину вот этого как вот этого канта так что еще чуть-чуть прорисуем добавим глубины каких-то переходов там и вот здесь вот оп вот такую нарисуем финтиклюху получается что то мне кажется что ухо все таки как на фасе должна быть чуть побольше да так а ну ка угу 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 ну в принципе все в принципе вот он и есть у нас такой персонаж ну в принципе все добавим чуть-чуть наверно серединке и здесь вот так тоже припухнуть и Продолжение следует... Продолжение следует... Прическу я потом добавлю... Итак, импортируем, значит, болванку в The Brush... Вытягиваем... Смотрим уклон... Давайте чуть-чуть ее перекрутим в нормальную позицию... Так... Смотрим, сколько у нас... 73 тысячи полигонов... Это The Air Good... Сделаем дубликат... Ну, на всякий случай, да... Верхний отключим... И нижнему сделаем Dynamesh... Маловато... Хотя бы 200... 200 тысяч полигонов... Вот, 735 вообще шик-блеск... Это только если для покраски... Но так можно и поменьше... Так... Текстура... Импорт... Добавляем... Наши текстурки... Вот этот цвет... А... Вот этот, наверное, будет лучше, да... Тут еще главное... Раскраску правильно поймать... Так... Делаем... Прозрачность... Перекрутку... Нашей модели... Z... Отключаем... Смотрим... Так... Так... Если под уклон... Видите... То... Тогда... Считай... Почти... Поймал, да... Так... Так... И что делаем, да... Если ровно ставить... То тогда ровно я поймал это дело... Вот... Одну сторону... Все поймано... Так... Что у нас по носу... Вот... Так вот, да... Пробуем... Раскраску... И к симметрию ставим... Вот здесь получается какой-то темный цвет... Вот этот... Значит... Навряд ли пойдет... Но сейчас посмотрим, да... Ну да... Этот... Не есть гуд... А ну-ка... Если другую... Ну видите... Поймал полностью, да... Вот... И глаза... И брови пойманы... И нос... Ширина... Видите... Сбоку не западает... Полосок нет... Дальше уходящих... Или ближе... Но... Да четко... Так... Пробуем эту штуку, да... Перекручиваем... Вроде посветлее должна быть... Отлично... Следовательно... Резакторик... Отлично... ЕслиANE... Соченька сама... Я не знаю... Το Take... Ну на работе сади на пару... Илиρα оттенков... Напиш70... С Матер bedeатни... Матер. Там было написано... Но... Да... Продолжение следует... Так, а вот здесь где у нее поза, тут чуть-чуть нос не совпадает. Ну, децел, да? Так. Ставим меньше покраску, теперь, значит, выбираем какой-нибудь эдакий цвет, наверное, потемнее, да? Так. 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 Так, погнали. И что у нас тут... Так, 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 так... выбираем темный цвет откуда-нибудь от сноса и платят нижнекам тут эту часть до оформим и Продолжение следует... 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 так выбираем нужный нам цвет ставим поменьше интенсивность кисточку поменьше а Продолжение следует... Так, ну, значит, получился вот такой вот персонаж. С ухом, я не знаю, по двум рефам вроде бы я бы сделал его чуть побольше. Что-то ухо какое-то маловатое. Ну, по размерам она попала. Ну, должно оно быть где-то, ну, хотя бы вот такое. Так, и получается, что... Немножко вглубь. Так. 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 Так, ну, вот такой результат. Значит, персонаж с прической будет уже в группе. Если кто-то хочет ее полностью сделать, то голову можете там скачать. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok